Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, здравствуйте Мы поговорим сегодня, ну может быть такой упор сделаем на улице Тербатес, поскольку закончился вот этот месячный период, когда эта улица была отдана пешеходам и велосипедистам, можно было в принципе посмотреть вот такой эксперимент целый месяц, одна из все-таки важных очень таких магистралей города, ну не скажем, что такое интенсивное там было движение все-таки Но тем не менее она проходила по самому центру, вот насколько вдруг, если наши слушатели гуляли, ходили, смотрели, сидели может быть в кафе, насколько вам, ну вот насколько вы оцениваете этот эксперимент, потому что по итогам этого месячного эксперимента, ну дальше уже Рижская дума будет думать, что делать может быть какие-то другие улицы, таким образом открывать, может быть какую-то делать постоянную То есть вот все будет зависеть от реакции людей, поэтому в принципе очень важно, чтобы люди объяснили, сказали понравилось им или нет Вот как, на ваш взгляд, как вы оцениваете такого рода эксперимент в городе? Я вообще-то хорошо оцениваю все эксперименты, если нету свое мнение, если оно не такое подтвержденное мнение, что надо, не надо, сомневается, тогда надо просто попробовать И на какое-то время всем надо честно сказать, что это эксперимент, это не просто вот так и будет и все, ну не знаем, как будет, ну так поэтому пробуем, да, и потом все мы вместе увидим, все мы вместе можем свою критику дать и посмотреть, что нет, вот не понравилось, не надо, ну и не надо, очень просто, да Так что нельзя всегда быть такими очень бюрокритическими, да, надо просто как в жизни посмотреть, ну мы тоже в своем огороде, возможно, кто-то сделал какую-то колумбу цветов, но не понравилось, ну давай переделаем, да, ну это же нормально, да И всю жизнь человек на одной машине тоже не едет, да, тоже что-то поменяет, почему? Потому что надоело, новое хочется, другое хочется, это нормально, это жизнь, да, и поэтому надо экспериментировать, надо попробовать, надо узнать, как это работает, не работает Сейчас департамент развития делает опрос, публичный опрос, какое мнение жителей, да, так что я не знаю, когда закончится этот опрос, по-моему, в начале сентября, да, и тогда увидим, какое общее мнение, не мое мнение личное, но общее, да, и это, думаю, что будет более такой гарант того, что да или нет Я лично три дня назад Twitter поставил такой вопрос, ну вот завтра закончится улица Тарбатас, будем отдать обратно автоводителям, какое ваше мнение, было хорошо или надо оставить для пешеходов, не надо оставить, надо оставить, но улучшать или просто нет мнения То, грубо говоря, надо посмотреть, какой сегодня результат, да, но там было примерно 27% сказали, что надо оставить, также 25% или 27% примерно было, которые говорят, что не надо, надо для автоводителей Тем более, одна четверть сказала, что надо еще лучше и улучшать, значит, уже 50% говорит, что надо и некоторые даже что больше И примерно у одной четверти даже не было мнения, да, ну думаю, что такой же результат примерно и будет, но все равно 50% говорят, что надо, 25% что нет, да, так что общество тоже хорошо, что есть мнение Потому что, когда я проходил, ну вот выходил, гулял, когда по городу и проходил по улице Тарбатас, у меня было ощущение какого-то праздника Да, да И все-таки, ну вот мне казалось, что учитывая такую сложную ситуацию, когда, ну вот люди действительно были лишены возможности каких-то и массовых мероприятий, концертов Ну то есть для многих это какое-то, ну все-таки вот чего-то теряется в жизни Вот этот праздник, когда можно, даже, ну хочешь посидеть, посидишь в кафе с друзьями, можно просто прогуляться и вот какое-то, вот какое-то место, где в центре города, тем более это от парка То есть он к парку примыкает, можно или из парка зайти, потом пойти в парк, то есть вот какое-то такое было радостное ощущение Да, флажки Флажки, это все какая-то такая непринужденная очень атмосфера, особенно если это действительно хорошая погода, лето и вечер, лето, это как раз такое вот, ну атмосфера, которая напоминает, может быть, действительно европейские города Да, где очень такая традиция, культура сидеть на улицах, она очень, особенно южные какие-то такие города, она очень распространена То есть, ну вот мне, например, понравилось, мне даже показалось, что это было очень такое, ну создавало атмосферу праздника Да, так есть, ну у меня интересует, какое мнение у жителей, которые там живут, да, что они насчет этого думают Это должен быть, по-моему, совсем такой другой опрос, да, не вместе смешивать их, потому что их там мало сравнения на всей Риге, да Нам всем-то нравится, а мы там не живем, да Ну да Так что интересно было их мнение, плюс мнение тех, у которых там есть всякие магазины, офисы и так далее, что они там думают, да Но если посмотреть так, что разве есть на улице Тарбатас, хватает ли там ежедневно парковок для автомашин? Ну нет Так что поменялось? Я бы сказал, по большому счету не очень-то много, да, как и не было парковок, так и не было, да, и не будет сейчас в это время Из-за этого не уверен Я говорил, муниципальные полиции, они говорят, что, первый день говорил, да, они говорят, что люди ходят, приходят даже полицейские, говорят, что вот молодцы Они что, мы же это не сделали, да, но всё равно кому-то хотелось сказать спасибо, да, что очень нравится Жители, которые там живут, они в первые дни были так, что как я домой попаду или что-то, как и будет, да Но там не было проблем, потому что полиция всех пропускала до своего дома и так далее, да, автомашинам, что двор можно заехать и оставить и так далее Так что думаю, что там тоже не было проблем, но всё равно надо узнать всё это мнение, как было, но в мире, во всём мире такого есть И что показывают цифры, примерно 50% выроста оборота у магазинов и кафе, даже так, да, значит, это много Но надо точно узнать, как это было сейчас у нас в Риге в течение одного месяца В многих местах экспериментируют, как и у нас, на один месяц, на лето, зимой закрывают, но почти везде, где зимой закрывают, потом это не очень-то хорошо работает Потому что, ну как, если у кафе надо покупать какую-то там летнюю мебель, ну она чего-то стоит Ну покупать мебель на один месяц, а как эти деньги получить обратно, да, невыгодно Поэтому такое на один месяц это не очень-то работает, да, если, ну у кого-то да, у кого-то нет, но в общем, да, всё равно надо вкладывать какие-то деньги, да И что получить обратно, зарабатывать, это не так уж просто Поэтому обычно, если открывает, то оставляет Другое дело бывает, когда делают какие-то рынки, как у нас антиквариаты и картины и так далее Такие есть тоже во всей Европе, где просто на субботу, воскресенье открывают такой ежемесячный, еженедельный такой рынок, где просто продают И все знают, что вот, суббота или воскресенье будет, да, тогда там приходят А остальное время там происходит, как везде, ну как у нас Айспланада, ну что там происходит, ну почти ничего, да Только когда открывают какие-то там рынки или мероприятия Ну да, поэтому я очень позитивно этому смотрю и увидим, что будет дальше Мне даже больше нравится улица Тарбатас, чем у Юрмалева улица Йомас А почему? Ощущение другое, не знаю почему Более такое приятное, более такое позитивные люди, они все что-то новое Многие, по-моему, на улице Тарбатса специально ехали откуда-то смотреть, ну как это выглядит Все таким оптимизмом А в Юрмале уже надоело эта улица, вот она так выглядит, она уже такая некрасивая Она уже такая, ну, упущенная, я бы сказал Да, магазины всякие такие, ну, окна некрасивые, всякие там тряпки висят и так далее Да, неухоженная выглядит уже, да А Тарбатас намного лучше выглядит 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны в студии, мы принимаем ваши звонки в том числе Насколько вас, вам понравился этот эксперимент с улицы Тарбатас, хотели бы вы его продолжить Я напоминаю, что в нашей студии председатель общества велосипедистов Вестер Силниекс Вот с точки зрения велосипедного сообщения, насколько это было позитивным Ну, то есть для велосипедистов, поскольку они могли спокойно перемещаться Но с другой стороны, там были все-таки столики, там ресторан То есть так по проезжей части все равно тяжело, наверное, на велосипеде было проезжать Смотря какое время, конечно, да Вечером, пятницу вечером невозможно И, по-моему, не надо И не надо Но какая разница все-таки в сравнении с тем, что есть сегодня там и как было Когда улица была открыта для пешеходов и велосипедистов Велосипедист мог и сойти с велосипеда и ходить по улице как пешеход в любую сторону А с одного магазина другого и так далее Сегодня юридический велосипедист, как и пешеход, может пересекать улицы только перекрестки Значит, я должен идти 100-200 метров в одну сторону, перейти улицу и потом 100 метров назад Но это для пешеходов много чего меняет И для велосипедистов тоже, да Поэтому все равно эта ситуация была намного лучше, что можно пройти немножко пешком Или есть возможность ехать с велосипедом Но мое мнение такого, что если улица для пешеходов, там не надо сувать велосипедистов Потому что велосипедисты мешают пешеходам, но пешеходы это самое главное Никакой велосипед, не велосипедист Человек главный, это пешеход И поэтому во всем мире так и планируют, что в Париже, например, во многих парках вообще нельзя кататься с велосипедом Вот по улице, да В велоинфраструктуре, да Но парк это единственное место, где могут люди спокойно отдыхать Где маленькие дети могут бегать И им не надо смотреть, есть ли там велосипедист или нет Или если у него вообще-то три годика, он даже маленький не понимает И он не должен опасаться в своем городе от кого-то, который может его сдавить Поэтому самое главное это пешеходы И это правильно делает, что закрывает всякие парки для велосипедистов Ну что же, мы сейчас, наверное, будем связываться с членом правления Рижского бюро по развитию туризма С Эвой Юхневичей и попробуем узнать ее мнение по поводу вот этого эксперимента Который завершился на улице Тербатас Я напомню, что целый месяц она была пешеходной Открыта для движения транспорта Ну а вот уже с 17 августа с 8 утра по ней пошел транспорт И сейчас, пока мы еще связываемся с, я напоминаю, что мы дозваниваемся до Эвы Юхневича Член направления Рижского бюро по развитию туризма Мы уже говорили о том, что действительно, если увеличился оборот на 50% каву кафе, ресторанов, магазинов Которые находятся на этой улице То тогда, очевидно, все-таки этот эксперимент выгоден с точки зрения туризма Потому что особенно, конечно, когда есть возможность просто прогуляться по улице Это такой популярный, становится, туристический маршрут Здравствуйте, доброе утро, госпожа Юхневича Доброе утро Слышно нас, да Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете этот эксперимент с улицей Тербатас Насколько вам показалось, что это, ну, может сработать для привлечения, например, туристов Для развития туризма в нашем городе Ну, если мы смотрим так, как везде в мире бывает То это не такая новость Потому что такие летние улицы уже, они очень популярны И вот первый год мы тоже сделали этот эксперимент на месяц И, конечно, если смотря созрение туристов Это очень приятно, если мы можем для наших гостей сделать что-то такое Где они могут чувствовать наш риск и такой атмосферой И погулять просто по этой улице И как-то чувствовать себя уютно и приятно Но вот, подводя итоги, действительно, много ли Вызвало ли это интерес со стороны туристов? Насколько это было, например, выгодно для владельцев магазинов и кафе, ресторанов? Это, наверное, надо смотреть так отдельно Это невозможно сказать, это надо смотреть в комплексе И если, например, нам надо иметь в виду, что этот год для туризма вообще очень сложный Потому что мы все живем в новой реальности Потому что, ну, ковицы и, конечно, туристы, которые мы ждали в начале года Многие из них не могут приехать к нам в этом году На то, что мы видели И тут, возможно, у нас сейчас идет И у нас были и анкотешены Я не знаю, как это правильно правильно сказать Вопрос, да? Да, да Так что будем анализировать, будем смотреть Но я думаю, что там нет вообще никакой варианта Если такие улицы очень популярны В Нью-Йорке, в Лондоне И было в Тартул сейчас было тоже Так что я не думаю, что мы были бы исключения Насколько Терботес подходит для того, чтобы стать такой пешеходной улицей? Или, может быть, какие-то есть другие варианты других улиц? Да, это очень хороший вопрос И мы вот поэтому и делаем сейчас анкотешену Потому что это очень важно Это был, как мы уже и начали говорили Это был эксперимент В течение месяца И жан, и сами, и наши гости могли наслаждаться на улице И чувствуете, как это как-то улица Тербота с пешеходом Но сейчас будем смотреть и анализировать Правильно ли Тербота с улицы Как это подходит для жителей Тербота для людей, которые едут с машинами И это будет уже следующий этап этого эксперимента Я хотела бы сказать, что этот эксперимент Он закончился так, как улица уже сейчас Вчера с него там уже опять машины едут Но работа над этим экспериментом еще не закончилась Есть ли какие-то действительно планы Ну вот по поводу других улиц Или сделать постоянно на лето Тербота с пешеходной? Еще рановато про это говорить Когда будут даты, когда будут все анализы Когда у нас будет все уже Ну, все будет сделан анализ Тогда мы обязательно сделаем предложение Для Львы Сватрибу Ну, предложите и такой идеи А сейчас это еще рановато Ну, я думаю, если мы опять говорим Из-за извинения туристов Конечно, такая инициатива очень хорошая И я думаю, что это должно быть Ну, где это, в каком размере И в каком, не знаю Ну, как это все будет Это уже работано в следующем Ну, в следующем году А скажите, вот само расположение улицы Тербота В принципе, вот многие отмечали Что то, что она связана практически Ну, вот рукой подать до памятника свободы Старого города То есть она практически Вот логическое продолжение То есть для туристов, которые гуляют По старому городу Очень легко через вот этот парк пройти Ну, то есть для них нет этого Это не отдельно где-то куда-то нужно ехать Это прямо вот логическое продолжение Да, так и было Потому что, конечно, Старая Рига Это самое популярное место Где наши туристы ходят И тогда, как вы говорили Мимо памятника свободы И тогда там парк Варманд Так что это тоже очень хорошая Эта инициатива была очень хорошая Для этого, что мы можем и те туристы Показать больше, чем только Старые Риги Есть ли какой-то уже отклик У кафе-ресторанов, расположенных на Тербота Насколько им понравилась эта идея? Насколько вот... Побольше я могла бы рассказать вам После 16-го сентября Когда закончится Анкитэшена Но Через месяц мы, конечно, говорили С кафе И с Других магазинов И, конечно, у каждого Стою мнение Но Большинство Все были Позитивны Про такую инициативу Конечно, у них это тоже был первый раз И Я думаю, что мы все учились Мы все В этот Месяц были Очень такие Я скажу Палатыш Элосфиги И Ну В течение месяца Как-то все обработали Эту систему Как-то Все это Может Очень хорошо В целом Работать Для Жителей И для Наших гостей И гостей Спасибо большое Член правления Рижского бюро По развитию туризма Эва Юхневича Сейчас была с нами На прямой телефонной связи Спасибо вам 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Мы продолжаем Такое вот Обсуждение Итогов Этого Месяца Пешеходной улицы Тербатас И Перспективы Того, что Дальше Возможно Этот эксперимент Продолжится Вот этот эксперимент Был Сначала На нескольких улицах Города Как Какой-то такой Разовый Небольшие Такие Точечные Эксперименты А вот Если говорить о том Что Целый месяц Это дает Гораздо больше Возможности Но чем Скажем Перекрытие На 1-2 дня Транспорта То есть Получается Что мы можем Больше понять И Может быть Магазины Кафе Которые Находятся На этой улице Могут Больше Оценить Вот эти Конечно Я думаю Что те Эксперименты Которые Были В начале Года Они тоже Помогли Улице Тербатас Почему Потому что Все кафе Предприниматели Поняли Как это Выглядит Ну например Когда закрыли Улицы Блауманя Геяртрудас Тербатас Тоже Было закрыто Как первое Они уже Видели А вот это Так будет Происходить А ну я понял Они сами Там гуляли Видели Что как Происходит Что люди Думают Что всем Нравится Они смогли Подготовиться Уже Это мое Мнение Такое Уже Легче Было Организировать Свою Работу Что будет Планироваться Так что Эти эксперименты Тоже Хорошие Если Это есть Как система Что люди Знают Что вот Например На каждое Первое Воскресенье Каждого Месяца Улица Будет Перекрыта Тогда Тоже Все знают А если Просто я еду На работу И вдруг Улица Закрыта А что Это за Бардак Ну так Нельзя Поэтому Должна быть Достаточно Информации Чтобы люди Поняли Что Как Делать Ну как У нас Очень Когда есть Праздники Набережную Закрывают Ну и Вначале Это была Большая Проблема Сейчас Больше Я насчет Этого Так Не думает Ну опять Закрыли Ну ладно Побольше Постою в пробке Но пробка Только для Автоводителей Для пешеходов Велосипедистов Пробок Нет И поэтому Если человек Знает Что опять Будет Трудно С машиной Он уже Планирует Свою жизнь И выбирает Другой Транспорт Или другое Направление Или другой Путь Работу И так Дальше Главное Это Информация Сейчас Наверное Время Вот как раз Таки Для Коммерческой Информации В нашем Эфире После чего Мы вернемся В студию Продолжим Разговор Я напомню Что Председатель Общества Велосипедистов Вестер Силеникс У нас Находится В студии Мы обсуждаем Итоги Подводим Итоги Вместе Пешеходной Улице Тербатес За последний Месяц Продолжается Утро На болткоме Председатель Общества Велосипедистов Вестер Силеникс У нас сейчас В студии Мы обсуждаем Улицу Тербатес И вот Пока шла У нас Коммерческая Информация Мы стали Говорить о том Какая бы Следующая Могла быть Улица Здравствуйте Доброе утро Доброе утро А вот интересно Проверли бы Эту Пешеходную Улицу Зимой И осенью Для этого Сейчас хорошо Посадили Деревья В катках Вынесли Столики На улицу А что там Зимой И осенью Будет Погода Не очень Хорошая Об этом Думал Кто-нибудь Или нет Спасибо Я не совсем Понял Все-таки Завершился Эксперимент На самом деле Я понимаю Что слушательница Решила Что это уже Навсегда Улица Тербатес Будет только Пешеходной Да Наверное Осенью И зимой Все-таки Сложнее Делать Пешеходные Улицы Это нужно Ли вообще Не сложнее Потому что Ну вот То же самое Улица Ёмос Разве Зимой Она Открыта Для Автомашин Нет Все равно Зимой Люди Там Гуляют Конечно Юрмала Очень Такой Сезональный Город Где Туристов Зимой Почти Нет И тогда Улица Пустая Но В Риге Жители Все-таки Остаются Все Которые В Риге Живут Когда Там Есть Вся Всякие Возможности Тепло Поставить Такое Люди Будут Туда Ехать Смотреть Как Это Выглядит Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Я по поводу Улицы Тербат Да Пожалуйста Пожалуйста Люди Гуляли Не было Машин Экология Была Очевидно На полном Нуле Мысли Очень Хорошая Все Хлопали В ладоши И так Далее Скажите А вы Когда-нибудь Связывались Вернее В последнее Время С кем-нибудь Кто отвечает За Официальную Экологию В городе Рига Потому что Если брать Замеры Воздуха В этом Месяца На улице Допустим Бридибас Кришена Барона Что там Еще у нас Было По соседству Чака Разумеется Там же Невозможно Было Вообще Окна Открыть По-моему В течение Суток Это какой-то Газенваген Вы видели Пробки То есть То что Творилось Вот на этой Наверное Экология Вещер был Нанесен В 10 раз Больше Чем Если сравнивать С пустой Улицей Тербат Спасибо Спасибо Я только не Помню Вопрос Логичный Так люди Думают Во-первых По всяким Данным Экспериментам Тоже Что Пробки И Время Время В которое Люди Находят Другой Вариант Или просто Сами Аринас Да Они Успокаиваются Успокаиваются Примерно Три недели Ну Ну например Когда нарисовывали Велосипедные полосы На улице Лачплэша Тоже было Даже протесты Почти таксисты Начали делать И так далее Успокоились В течение Трех недель Это уже Как такая Точно Департамент транспорта Это уже знает Что пройдет Три недели И потом Все уже Будет спокойнее Разве Сегодня Кто-то Говорит Насчет Велополос На улице Лачплэша Ну как Она там Уже есть Все нормально Ну что там Ничего Значит Просто В первый день Ужас Первый месяц Возможно Тоже Но потом Люди Перестраиваются Я От очень Многих Слышал Что Нет 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 В центре Дни Первые Недели Это Да Но Если Это Как Система Что Все Знают Что Центр Перекрыт Там Машина Нечего Делать Тогда Вообще В центре Машин Нет И тогда Экология Становится Лучше И лучше Но Экология Становится Ухудшается Не из-за Людей Которые Ходят По улице Тарбатес Экология Ухудшается Из-за Тех Которые Едут На Автомашине Значит Не Виновата Улица Тарбатес Виноваты Те Которые Сделают Загрязнение Те Которые Не Делают Они Не Виноваты Да Просто Мышление Надо Построить По-другому Здравствуйте Доброе Утро Пожалуйста Вы В эфире Доброе Утро Господин Селан Яхт Только Что Проявил Такую Политехнологичность Типа Три Недели Народ Мучается Потом Привыкает Ко Дает Выше Стоящие Ну У меня Вопрос Такой По поводу Улицы Парона Вот Улицы Парона Там Сделаны И широкий Тротуар И Широкая Велодорожка Трамвай Едет Там Действительно Трудно Ехать На машине Но И пешеходы Тоже Жалуются Что Там Много Велосипедистов Едут По Тротуару Вот Если Делать Эксперимент То Может Все-таки Сделать Улицу Кришана Барона Для Пешеходов Или Трапедистов И Трамваев И Нависит Там Нормальный Порядок Организацию Так Создать Все-таки Я согласен Я согласен С вами Потому что Юридически На улице Барона Нету Велодороги Нету Это По правилам Дорожного движения Такого Нету И по Стандарту Проектировщиков Велоинфраструктуры Там Нету Велоинфраструктуры Это Просто Улица На которой С другим Рисунком Кирпича Сделана Якобы Велоинфраструктура На которой Нарисован Символ Который Называется Рекомендеюша Рекомендируемая Велосипедная Полоса И что это значит Во всем мире Такой рисунок Делает На Туристических Веломаршрутов Ну представьте себе Если бы Веломаршрут Не велодорога Но маршрут Туристов И шел Через Домскую площадь Конечно Вы заезжаете Через одну улицу А потом Выходит Там пять улиц По которой Должен я ехать дальше И тогда На земле Нарисует Этот символ Где якобы Продолжается Но там нету Приоритета Для велосипедистов Никакое На крыше На Барону Такое же Правило Дорожного движения Как на улице Чака Валдемара Бреюбис И так далее Там Велосипедист Не главный Он только главный Ну смотря По Правилам Дорожного движения Смотря В каком ситуации Но там Переимущество Никакое Ему не дает Это По-моему Очень Нехороший Такой Проект Который Сделан Потому что По-прежей Части Дети Тоже Без правил Им нельзя Ехать Ну тогда Вопрос Что за Велоинфраструктура Если дети Не могут В школу Поехать Для кого Тогда Это И она Очень Опасная И Я бы Сказал Ни для Кого Почему Вы сказали Что там Велосипедисты Мешают Пешеходам Да Вы правы Потому что Велосипедисты Боятся Пользоваться Этой Велоинфраструктурой Поэтому Они едут По тротуарам Это тоже Показывает Что Чего-то Не в порядке И просто Люди Боятся Они Не специально Что Вот Пешеходы Я специально Поедут Там Вот Что Помешать Пешеходу Нет Они Просто Боятся Что Их Давит Машина Сделать Улицу Барна Крышина Барна Как Для Пешеходов Велосипедистов И трамваев Можно Для Велосипедистов Будет Жизнь Лучше Для Пешеходов Тоже Для Общественного Транспорта Трамвая Тоже Немножко Лучше Потому что Не будет Пробок Возле Перекресток Для Автомашины Лучше Так что Я с вами Согласен Но Ашас Это улица Для всех И в конце концов Не для кого Еще один звонок Примем После чего Будем связываться Уже с Марисом Йоновсом Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Вы знаете У меня Такое Размышление Да Абсолютно Улица Пешеходная Экология Никак не связана Потому что Мы улучшаем Экологию На одной улице И ухудшаем На других улицах Да Мне кажется Вообще надо То что сказал Ваш собеседник Надо разделять Две вещи Первая Вещь То что мы Действительно Через три недели Ко всему привыкаем Но Неудобства Которые мы Продолжаем Испытывать Мы будем Испытывать И дальше Потому что Знаете Это как повысить налоги Вдруг резко Десять раз Мы к этому Естественно Привыкнем Станется Нам от этого Лучше жить Нет У нас есть Старая Рига Она в общем-то Вся пешеходная И Она к этому Готова Ну и подготовлена Зачем нужно было Делать еще одну Пешеходную улицу В городе И если При этом Учитывать Что параллельные улицы Тоже ремонтируются Спасибо Насчет ремонтов Согласен Насчет остального Не очень-то согласен Потому что Надо Меняться Самому А то Что мы Загрозняем Мы должны Чувствовать себя Виноватым Я еду Почти каждый день На велосипеде Еду тоже На машине И на Грузовой машине На лодке На всем Но Другой Виноват Потому что Я загрозняю И мне очень Нравится ехать На машине Загрознять Но они Виноваты Нет Я виноват Надо смотреть С другой стороны Тоже Здоровый образ Жизни Это не только Воздух Надо двигаться И если У нас В Латвии 15 тысяч Людей Умирает Столько С того Что у них Сердечные Всякие Заболевания И главный Повод для этого Нездоровый Образ жизни Просто мы Не двигаемся Во втором Вместе Онкология Которая 9 тысяч Умеряет Ежегодно Где очень Много Тоже Из-за того Что мы Не живём Здорового Образа Жизни Третье Сахарный Диабет Тоже Это самое Главное Что мы Кушаем Всё Эта Дрянь Которая Сейчас у нас Есть Но Не сжигаем Это Можно Всё кушать Но надо Сжигать И тогда Получается Что нам Надо Просто Сделать Так Чтобы Люди Начали Понять Что надо Двигаться Ты на работу Не попадёшь На машине Только Пешком Велосипедом Всё равно Как Надо Двигаться И поэтому У нас Государственный Городской Буджет Не может Он Не может Выдержать Потому что Не хватает денег На здравоохранение Поэтому надо Двигаться Да И это Просто Это Нужда Это не просто Как улицы Тарбота Закрыли Что О там Фестиваль Интересно Всем Остальным Бардак И так далее Нет Надо двигаться Загрязнение Активный образ жизни Это самое главное И из-за этого И так и надо думать Что каждый велосипед Одна машина меньше В моей пробке Каждый велосипедист Моей пробки Если Я смотрю Что на улице Делает Парковку Для велосипедов 10 велосипедов Это занимает Которые На парковке Да То же самое Площадь Как одна машина Ну так лучше Еще больше Велопарковок И для моей машины Будет больше места Да Так надо Мышлять Да И каждый Общественный Транспорт Он намного Больше Может перевезти Людей Чем моя частная Машина Да И мой частный Велосипед Поэтому надо Поддерживать Общественный Транспорт Но чтобы попасть Общественный Транспорт Только пешком Значит Самая главная Инфраструктура Должна быть Для пешеходов И поэтому Стратегии Города Рига До 2030 Года За которые Проголосовала Вся дума И позиции И оппозиции 100% Там Принцип Такой Что в центре Самый главный Пешеход Втором Месте Велосипедист Третьим Общественный Транспорт И это Уже Давным Давно План В городе Мы просто В то направление Так очень Очень Медленно Идем Потому что Физически Не хватает Места Для Каждых Частных Легковых Машин Представьте себе Если в Голландии Все ехали На машинах И вообще Не было Велосипедистов Они вообще То не ехали Они сидели И жили В машинах Физика Не позволяет Там двигаться Так много Автотранспорта У нас То же самое Только Ну Десять раз Меньше Но Направление То же самое Мы сейчас Свяжемся С главой Общественной Организации Город Для людей С Марисом Йоновсом Чтобы узнать И его мнение По поводу Вот этого Эксперимента С пешеходной Улицей Тербатес Ну А потом Продолжим Еще если Останется Время Принимать Ваши звонки Напомню 67212 939 67213 93 И 9 Телефоны В нашей студии Ну и Вот Есть у нас На связи Здравствуйте Доброе утро Марис Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Скажите пожалуйста Вот как вы оцениваете Этот эксперимент Улицей Тербатес С тем что она Стала пешеходной И Насколько Вот вы видите Перспективу В том чтобы Отдавать Пешеходам Какие-то Части Вот уже Улицы города Оценивает Положительно Очень положительно Эксперимент Уча уже Это было понятно Уже До первого дня Потому что Когда закрыли Вечером Чтобы Ставить Там еще Ну Знаки И так далее Уже Было Полами Десять Второй Вышли Погулять Насладиться Тешиной Скажем так Потому что Одна из больших Проблем Рыбы Что У нас Можно По городу Ездить По закону Можно ездить Пятьдесят Ездить еще Быстрее И если это Делать По грушатке То это Очень Старый Как вы Считаете Перспектива Этот Эксперимент Наконец-то Дает Развитие Города В Практическом Планице Потому что То направление Которое Рыбин Набрала И продолжает И Все Все Магазины Выходят Из города Где-то За городом В торговые Центры Ну Это направление Которое За себя Доказал В мире Что Это Это Тупик Тупик Большие Торговые Центры В Америке Закрываются Потому что Тогда В принципе Людям Проще В конце Которое Купить Можно Получить Услови Там И Можно Там Находить Куда Не тратить Свои Лишнее Время То Люди Хотели бы Это Выбирать Но Время Еще Очень Много Чего Надо Делать Чтобы Мы Ногли Вернуться Туда Где Мы В принципе Уже Были Если Продолжать Эксперименты Вот Какие Еще Вы Видите Может Быть Улицы Районы Которые Можно Было Быть Делать Свободными От Транспорта Зимой Когда Мы Проводили Первый Эксперимент На Один День Уже Был Просто От Правильность Города Разность Что Они Хотят Чтобы На Неделю На День На Выходной Позно Было Для Машин Закрыть Как Ленты Оттаяли Потому Что Мы Каждый раз Ездим В Старый Город Люди Просто Хотят Выйти Дома Чувствовать Себя Удобно Чувствовать Себя Безопасно Чтобы Можно Было Пустить Бегом Самокат На Восстатах Люди Хотят Себя Хорошо Своей Около Своего Дома Так что Потенциал Спрос На Чем Городе Спрос По Улице Одна Другая Третья Четвертая 50 Люди Сделать Эксперименты То Что Сейчас Люди Надо Делать Быстрее Понимаю Что Для Туриста Для Экономики Очень Ладно Соконтрироваться На Компетитрироваться На Центр Города И Дать Какую-то Возможность Бизнесу На Какое-то Дрое Подминус Старый Город Потому Что Мы Простали То Что Делал Талли Не Вильнюс Мы 20 Лет Назад Делали Специальный Ремонт Улиц Старых Городов Мы Это Не Делали И То Что Мы Экономили Это Все Дальше На Час Принимательных Вся Организации Которые Простачивают Вся Грида Вся Вольна Вольна По которым Неудобно Не ходить На машине Ездить В старые Городи Наконец-то Это Надо Будет Сделать А Это Не Будет Быстро Этим Бильнику Надо Куда-то Бильнике То есть Там Надо Какие-то Что-то Дать В момент Так что Улицы Арбат Очень Интересно Спасибо Большое Спасибо Это был Глава Общественной Организации Город для Людей Марис Йонов У нас Следующий Звонок Сделайте Тише Пожалуйста Радио Здравствуйте Здравствуйте Будьте Я хотела бы Вернуться Немножко К Улицы Барона Ваш Гость Сказал Что Те Велодорожки Которые Там Обозначены Они Рекомендованы Для Велосипедистов Но Не Являются Велосипедной Зоной Что Делается Чтобы Образовывать Велосипедистов И Объяснять Потому Что Я Недавно Ехала Мне Один Велосипедист Дал Ногой Заднее Крыло Потому Что Ему Не Хватало Места Я Ехала Там Где Мне Нужно Было Ехать Потому Что Сзади Ехал Трамвай Это Первый Вопрос Второй Вопрос Ремонт На улице Чака И Там Тоже Будет Велосипедная Дорожка Как Мы Знаем Там Тоже Широкий Тротуар Что Ездят И Третий Момент По улице Тербот Хочу Высказаться Сама Прогулялась Вы знаете Во всех Крупных Городах Где Есть Пешеходные Такие Улицы На этих Улицах Размещены Скамейки Есть Зоны Где Могут Выступать Уличные Музыканты Как Петь Так Танцевать Какие Мероприятия Для детей Аниматоры Проводят Там К сожалению Места Для этого Нет Абсолютно И Опять Такие Велосипедисты И самокатчики Сталкиваются С пешеходами Потому что Вот там Как раз И нужна Рекомендованная Полоса Для Велосипедов В моменты Когда перекрывается Дорога Для транспорта Чтобы Велосипедисты Не давили Прохожих А прохожие Не шарахались От велосипедистов Спасибо большое У нас просто Осталось буквально Три минуты Я думаю Что на улице Тарбот Не должна быть Никакая Рекомендируем Полоса Для велосипедистов Это должна быть Пешеходная улица Если ты хочешь Своим велосипедом Тогда или В ночью Разрешается Или днём Просто толкай Свой велосипед Насчёт Улица Барона Что упомянули Правил Дорожного движения Не знает Ни велосипедист Ни пешеход Ни автоводители Это общая проблема ЦСДД И всех нас Остальных Но я Моё мнение Что В четвёртом классе Это когда Десять лет У детей Все должны Учить Правила Дорожного движения И получить права Не вопрос Прав или Неправ Потому что Права в математике И латышеского языка Тоже никого нет Но мы все учим И мы В конце концов Сдаём экзамены И у нас Учитывать Что мы знаем Это не для того Что все ездили На велосипеде Но все Пешеходы Тоже должны знать Правила Дорожного движения И чтобы Родители Смогли Спокойно Пускать Своих детей В школу Идти пешком Общественным транспортом Потому что Родитель тоже знает Он знает Правила Дорожного движения Это четвёртый класс И это Рижская дума Может делать Уже Начиная С следующего года Там ничего Не надо Такого В интернете Можно Кам Сам Сдавать Этот экзамен Так что Просто Это надо Сделать И На улице Чака Я Честно говоря Не знаю Какие Последние Поправки Проект Но там Не было Изначально Там не было Планированного Велоинфраструктуры Никаковой И Велоинфраструктура На тротуаре Это то же самое Что бассейн Для тех Которые плавают Для тех Которые Ныряют Для тех Которые Рыбу ловят Ну Значит Ни для кого Поэтому Отдельно Должна Быть Инфраструктура Для пешеходов Отдельно Для велосипедистов Отдельно Для общественного Транспорта Отдельно Для автоводителей И тогда Они друг друга Не мешают И каждый Понимает Где его место Сейчас у нас Делает на тротуарах Велоинфраструктуру Тогда Вопрос Для кого Для пешеходов Для велосипедистов В конце концов Не для кого Ну что же На этом Мы Закончим Сегодняшнее Наше утро На Молткоме Сегодня в нашей студии Был председатель Общества велосипедистов Вестер Силенекс Спасибо вам большое Спасибо вам большое Будем надеяться Что этот эксперимент С улицей Тербатес Продолжится И в принципе В нашем городе Периодически Будут появляться Пешеходные улицы Может быть даже Какая-то улица Станет постоянно пешеходной Спасибо большое Спасибо вам Счастливо Спасибо вам большое